Черное озеро Она ползла из последних сил Для того, чтобы выжить И открыть всем имя убийцы Казань начало 90-х Мир болезненно менялся Старая система отмирала Новая только нарождалась Мясо, водку, масло И даже носки Можно было купить только по талонам Как во время войны Или на рынке, но уже дороже Так жили простые люди Народ Параллельно шла другая жизнь Новые хозяева жизни Скупали фабрики, заводы, квартиры Дома, санатории, дачные поселки Пляжи, пирсы Капитализм гнал социализм В три шеи Эти контрастные картинки Когда одни шикуют, а другие бедствуют Сводили некоторых с ума Вечером 26 апреля 1992 года На пульт пожарной охраны Поступил сигнал о возгорании здания Республиканского узла спецсвязи Первым пожар заметил проживающий по соседству Сотрудник милиции Альберт Тимершин И проезжающий мимо экипаж Патрульно-постовой службы милиции Почему не сработала пожарная сигнализация? Почему о происшествии не сообщили сотрудники? Объекта непростой Управление спецсвязи Указом Павла I от 17 декабря 1796 года В России был утвержден фельдъегерский корпус Как специальная воинская часть Предназначенная для несения службы связи И выполнения поручений императора Фельдъегеря сохранились и в наше время Вооруженные курьеры этих ведомств Ежедневно доставляют по назначению Секретную корреспонденцию Драгоценные металлы И другие особо ценные отправления В здании хранилось оружие, боеприпасы От нагрева могли произойти самопроизвольные выстрелы В окне за решеткой увидели женщину Истекая кровью, она лежала на оконном стекле Выломали решетку и вытащили умирающую сотрудницу на улице Несколько огнестрельных ранений, в том числе нижней челюсти Перед тем, как потерять сознание Она успела прошептать какую-то странную фразу Женщину увезли на скорую Подъехавшие пожарные Сломали железную дверь И сразу наткнулись на тело дежурного С расстегнутой кобурой, лежащего в луже крови В коридорах и комнатах лежали обгоревшие трупы Оружейная комната была пуста Возгорание началось в разных помещениях одновременно Что говорит о поджоге Также была обнаружена пустая канистра из-под бензина На телах трупов имеются огнестрельные отверстия У убитого дежурного пустая кобура Сам дежурный был убит ножом Значит, стрелял не он На входе пропускная система Таким образом получается, что в помещение проник кто-то свой Когда начали осмотр места происшествия производить Чуть ли не в каждом помещении Этого узла Фельдтегерской связи Обнаруживались новые и новые трупы Большинство со следами огнестрельных ранений Без внимания убийцы Не остался ни один из десяти человек этой смерти Добивал тех, кто еще дышал И лишь одной Ляле Фарзеевой Удалось спастись Нас было мало, потому что это дежурная группа Ну, работали Работали где-то в пять Перерыв Ждали, когда приедут Поезда, самолеты Из Москвы должны были прилететь Кто-то чай пил Я книгу читала Слышим, дверь открылась И пошла старшая Разговаривает, думаю И вдруг хлопок Смотрю Стоит парень И Фаина Зинатовна И я только до нее дошла Она вот как мешок Раз и грохнулась Терпевшая в плохом состоянии была Говорить не могла, по сути У нее, как оказалось, прострелено Значит, горло было Я задавал ей вопросы в письменной форме Значит, показывал вопросы И сказал, если да, там, мигнешь там Сразу же стали проверять Кто может быть причастен к этому преступлению Были отработаны все мужи Потерпевших женщин На предмет, возможно, там, ревности, мести Были отработаны все сотрудники Фильтерской связи Проверены их алиби На момент совершения преступления И посторонний не мог зайти И перебить вот это Все сделать Осмотрев списки работавших ранее В третьем маршруте Обнаружили фамилию Андрея Шпагонова 22 лет Уволившегося год назад К этому времени пришла в себя Иляля Фарзиева Говорить она не могла Из-за перебитой челюсти Но на вопросы отвечала жестами Когда стало известно О Шпагонове То тоже так же были выявлены Сразу круг его друзей, знакомых Проверены все его школьные связи На возможность его там Местонахождение у них Друзья, родственники Во многих адресах были выставлены засады Группа захвата Выехала по месту жительства Шпагонова Но там его не оказалось Ночевать домой он не приходил Не появлялся и у родственников В поселке Царицыно Но в ходе оперативно-розыскных мероприятий Выяснилось Что в день нападения На узел спецсвязи Шпагонов встречался со своим двоюродным братом Дмитрием Ковалевым У которого имелась легковая машина Сравнили отпечатки протекторов Они совпали Так может убийца был не один Оружейная комната была открыта Исчезли 67 пистолетов Макарова И 753 патрона к ним Каждый патрон был на счету Поэтому каждая смена точно знала Количество боеприпасов По записям в журнале Приема-выдачи Дело приобретало Серьезный оборот Представьте только По городу разгуливают Двое хладнокровных убийц С более чем полусотней Заряженных стволов В Казани был создан Специальный штаб По раскрытию данного преступления Куда стекалась вся информация Поднята картотека И личные дела сотрудников В отделе кадров Республиканского узла спецсвязи Сняты отпечатки пальцев Предполагаемого убийцы С пустых бутылок из подводки Дверных ручек Ключей от оружейной комнаты И ключей зажигания От автомобиля ГАЗ-69 Кстати, об автомобиле ГАЗ-69 Он стоял у здания узла спецсвязи И в нем лежал мешок Где и 67 пропавших пистолетов Было 66 Тогда почему пропал только один пистолет А не два Может подельники что-то не поделили И произошло еще одно убийство Но неопознанных трупов поблизости Обнаружено не было Навестили Дмитрия Ковалева След протектора его машины Был обнаружен у места преступления И у дома подозреваемого Андрея Шпагонова Дмитрий рассказал милиционерам Что в тот вечер Они действительно были вместе с Андреем Смотрели фильм И даже билеты показал Начало сеанса в 18 Окончание в 21.00 Как раз в то время Когда происходила бойня В узле спецсвязи На улице Галяскара Камала Что в километрах 10 От кинотеатра И билетер опознала по фотографиям Да Похожие молодые люди Действительно заходили в зал Алиби После сеанса по словам Дмитрия Андрей ушел за какой-то девушкой И с тех пор Они не виделись Дмитрий Ковалев Родился 16 октября 1969 года В Казани Является двоюродным братом Андрея Шпагонова На момент совершения преступления Работал охранником малого предприятия Ранее не судим Спиртными напитками не злоупотреблял В школе учился на тройке Окончил 8 классов За период обучения в СПТУ-13 Характеризовался положительно Диплом по профессии слесаря-инструментальщика Защитил на отлично Шпагонова искали Во все концы республики Были разосланы ориентировки И тут он сам о себе дал знать Убийца тепло относился к своей учительнице Поиспыту номер 9 Марине Потапчук Возможно это было проявление сыновних чувств Так как родная мать ушла из жизни Когда ему было 17 Через два дня после бойни Он позвонил ей по междугородке Андрей попросил свою учительницу Марину Михайловну Сходить к ним домой И передать брату Сергею Чтобы он собрал его вещи В том числе и зимние Нашел тысяч пять рублей И отправил все это Его родственникам в Сибирь Звонок был на стационарный телефон Автоматического определителя номера Тогда еще не было Но сыщикам удалось выяснить Что звонок поступил из-за грыза Шпагонов находился в зале ожидания Железнодорожного вокзала Пришли на вокзал Действительно его увидели Знали что он вооружен Но когда стали подходить Тот не оказал никакого сопротивления Понял бесполезность В общем то его взяли И он стал рассказывать буквально Здесь уже никаких моментов Андрей Шпагонов Родился 13 сентября 1969 года В Казани Холост, образование среднее Ранее не судим Является старшим в семье Из четырех детей Учился посредственно Был нелюдим Ни с кем не дружил Спиртными напитками Не злоупотреблял По характеру скрытен Со слов родственников Высокомерен, жаден Не имел авторитета Среди братьев Свободное время проводил дома Серенький портрет получается Единственное в чем Приуспел Шпагонов Это в стрельбе Бил в тирах точно В яблочко Это было плюсом При устройстве на работу Фельдъегером В республиканский Узел спецсвязи Табельное оружие Работникам спецсвязи Полагалось по уставу Что же он чувствовал Когда брал в руки Пистолет Кем он себя Представлял Одно дело Изрешетить мишени Другое стрелять Живого человека Как-то по новостям Показали сюжет Из горячей точки Разоблачили какого-то Прапорщика Бывшей советской армии Который продавал Боевикам пистолеты И калаши с боеприпасами Платили ему Зелеными Вот тогда Шпагонов И вспомнил Про стеллажи с пистолетами В оружейной комнате На своей старой работе Если уж в стране Пошел такой развал И даже тащат С военных складов Вооружение То почему бы Не обчистить Узел спецсвязи И тут у него Созрел дерзкий план О чем думали преступники В тот момент Психологи говорят Что убийца Заранее обдумав Свои действия Непосредственно Перед совершением преступления Как бы зависает Включает паузу В это время Он превращается В зомби Ни чувств в его душе Ни сожаления к жертве А только машинальное Исполнение замысла Уже записанное На матрицу мозга В этот день На дежурство Заступил отец Детского приятеля Шпагонова Комардин Но убийцу Уже ничто Не могло остановить Курок был Взведен За день до преступления Шпагонов купил Три бутылки водки С закуски И для поджога здания Приготовил канистру С бензином Зайдя в кинотеатр И посмотрев Минут десять фильм Он сказал подельнику Пора И они незаметно Покинули зал На дорогу До узла спецсвязи Ушло Минут десять В здании Оставалось Не более Четырех человек Персонала Обычно в это время Они смотрели телевизор На втором этаже Оружие хранилось На первом Ключи от оружейной Были у дежурного Сигнализации не было Преступник все это знал Хорошо Он уже не раз В голове успел Прокрутить план действий В день Пасхи Он пришел к ним Справить Они распили спиртное А когда Начали приходить Уже Курьеры С почтой За почтой Или за Субтитры создавал DimaTorzok Комардин Комардин Значит опять ушел К себе В дежурку Шмелев Почти не мог идти И его Лепухин увел В комнату отдыха Лепухин вошел Я ему С такого Где-то расстояния Он был в проеме Примерно Двери Я ему С такого расстояния Нажал Струей газа Он нагнулся Я Правой рукой Выхватил нож Ударил ему спину Потом я пошел Вниз А потом Значит Вот зашел В комнату отдыха Убил Шмелева Еще одного Молодого В другой комнате А потом Очередь До Комардина Взял ключи Открыл решетку Все Оружейная комната Следов там уже было Ну очень Много Его следов Вот Одна женщина Сумела убежать Выбежать на улицу Он ее уже Он хороший был стрелок Он ее уже С большого Довольно большого расстояния Тоже Застрелил Тело Заволок здания Вечером начальства нет Уже ходишь В домашней одежде В удобной В тапочках Ну я встала Голова кружится Не хочется вставать Хочется сидеть Вся кровь хлынула Я вышла в общий коридор Смотрю в коридоре Еще одна женщина лежит Аня Шихудинова Мертвая Я пошла дальше Думаю Скажу дежурным Смотрю И дежурные Все мертвые Думаю Надо спрятаться Смотрю Кровавый след Идет за мной Тапочки Тапочки плюхают И кровь выходит Среда оставляет Я тапочек сняла Ноги так протерла Дальше пошла На второй этаж Думаю Там может спрятаться На второй этаж Пошла А там Япухин Лежит Такой трагедии Такой кровавой бойни Казань еще не видела Были конечно разборки Криминальных авторитетов В ресторанах В кафе Драки гопников С арматурами в руках Район на район Но чтобы один бандит Со стекленевшими глазами Ходил по комнатам И методично Расстреливал своих Бывших коллег Такое только В кино показывали Вагонов снял триллер По собственному сценарию Где и сыграл Свою главную роль Куда вот уйти Некуда А там у нас Коморка есть Маленькая такая Ну там вот И тряпки И ведра стояли Вот туда спряталась Ну смотрю Он вышел Увидел мои следы Увидел мои тапочки Там дверь филенчатая А внизу вот Щель Я лежа смотрю Его кроссовки Он шагает Он поджигает И ходит Везде стреляет В двери стреляет Который не смог открыть Крови полно Она туда аж течет Я рукой обратно И про себя думаю Если он еще тут долго У меня уже Вся кровь вытащит Просто Надо будет написать Я написала так УБ-Ц Шпагонов Ну а потом Я слышал Как он убежал И там несколько раз Хлопнуло Роль Дмитрия Ковалева Заключалась в том Чтобы подъехать Вместе со Шпагоновым К узлу спецсвязи Дождаться его с оружием И вместе уехать Но все пошло не так Чтобы не привлекать внимание Ковалев уехал Но через некоторое время Вернулся И увидел пожар В здании узла спецсвязи Не обнаружив Шпагонова Он решает уехать Шпагонов Последних расстрелял Как раз подъехал УАЗик Еще с двумя курьерами Насколько помню Они заходят в фестибюль Сдать там почту Все прочее И Шпагонов Их там расстреливает Потом он С мешком этих пистолетов Выходит на улицу Обнаруживает Что Ковалева нет Он садится в эту машину УАЗик Забрасывает мешок И начинает заводить Ключи вроде взял И она не завелась В итоге И столько людей погубили И оружие В итоге Только один пистолет Которым он завладел Воспользовались А так Действия были Разрозненными Хаотичными Доползла до туалета Там Аня лежит Вот У ней там много было крови Ее кровью помылась Дальше поползла Мне надо было к окну подобраться Время пол первого И на пожар Уже там местные Там машины стали останавливаться Гудеть Доползла До Фаины Зинатовны Ее кровью помылась Потом до Иры доползла И Что-то силы оставили Сознание потеряло Очнулась я Когда на мне Вот горела Штора Ну очнулась Поползла Доползла до окна И не знаю уж как Голову туда засунула Комиссия проводившая Судебно-психиатрическую Экспертизу Сделала следующие выводы У Андрея Шпагонова Признаков Психического заболевания Не обнаружено Он может отдавать себе отчет В своих действиях И руководить ими Содеянным следует признать Вменяемым Но то что он натворил 26 апреля 1992 года Нормальный человек Вряд ли способен совершить Субтитры создавал DimaTorzok Билет Билет Андрея Шпагонова Задержали на вокзале Города Агрыз Это около 400 километров От Казани Планировал впадаться в бега Уехать к родственникам в Сибирь Для этого и просил Прислать теплые вещи Его двоюродный брат В Казани Тоже не оказал Сопротивления Приговор огласили Через несколько месяцев Ковалеву Как пособнику Дали 8 лет Шпагонову Высшую меру наказания Три года он писал Просьбы о помиловании И только после оглашения Приговора Единственная выжившая Ляля Фарзиева Стала спать Спокойно Указом президента Российской Федерации Она была награждена Орденом За личное Мужество Нужна ли смертная казнь Или нет Сегодня об этом Говорят много И не только в России Французский писатель Альбер Камю Еще 70 лет назад Сказал Убийцу приговаривают К расстрелу Потому что убийство Истощает в человеке Способность жить Убивая другого Он убивает самого себя Шпагонова расстреляли В конце 95-го года А с 1 января 1996-го Вели мораторий На смертную казнь Одним отморозком На свете стало Меньше Еще много Таин хранит Черное озеро Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok